В детской поликлинике работает одна ковид-бригада. В нее входят врач, фельдшер и медицинские сестры, которые берут мазки для анализа. Они регулярно осматривают больных на дому и постоянно на связи с родителями. У нас количество больных значительно увеличилось. И со 2 ноября у нас подразумевается расширение этих бригад. То есть будут работать два врача, два фельдшера. По медицинским сестрам посмотрим. Здесь, может быть, будут изменения, объединения поликлиник по забору Москвы. В Сарове сейчас болеет 180 детей. Они переносят ковид легче, чем взрослые, но болеют дольше – в среднем 20-30 дней. Основная мера профилактики – ограничение социальных контактов. Чем меньше ты находишься в разнообразных общественных местах, как кружки и секции, там очень много мест, куда детям очень хочется и родителям очень хочется, чтобы они там находились, чем меньше этих мест будет, тем меньше шансов, что ребенок будет инфицирован и принесет в семью этот вирус. Сейчас паника – худший враг каждого родителя. Она передается детям, и это совсем не помогает врачам в лечении. Вообще это очень важно, как воспринимают родители, первый раз столкнувшись, что у ребенка диагноз. Первый – это, конечно, очень часто паника, особенно у контактных, и они начинают разглядывать какие-то такие симптомы, которые в обычной жизни они, может быть, вообще никогда бы и не обратили внимания. И начинается там шквал звонков, Марина Александровна, заведующая поликлиника, постоянно их успокаивает, родители и так далее. Маленькие дети до пяти лет переносят заболевание, как правило, бессимптомно. Основной признак, который у них проявляется, это кратковременный подъем температуры. У ребенка старше пяти лет высокая температура иногда держится несколько дней. На потерю вкуса они жалуются редко. А основные симптомы заражения COVID-19 у подростков – это отсутствие обоняния и повышенная температура. Лечение индивидуально назначает врач. Антибиотики прописывают при тяжелой форме заболевания. Самостоятельный выбор препаратов для лечения может навредить ребенку. Если врач не назначил антибиотики, то есть, да, если затягивается температура, если что-то нам изменило нарезать крови, антибиотики назначаем. Но в основном это противовирусные препараты первые пять дней и дальше симптоматическое лечение. А дальше просто, как сказать, благоприятная остановка в семье и режим дня, который, к сожалению, очень отсутствует практически у всех, кто сидит на карантине. Если четко следовать рекомендациям врача, то вирус не навредит вашему ребенку. Полное интервью с Ольгой Зиминой смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24 или на нашем канале в Ютьюбе. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров24.